МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде всего, позвольте вас поприветствовать в студии Казанского федерального университета. Мы с вами общались в других студиях чуть ранее, если вспомнить. Ну и сразу, чтобы не таить от телезрителей тему, вопрос, конечно, связан с той затухающей, то вновь поднимающейся волной публикации, высказываний в связи с размещением статей ученых-преподавателей Казанского федерального университета в научных изданиях. Ну, вы знаете, конечно, о чем идет речь. Тут старт этой кампании дала статья двух сотрудников финансового университета при профессии Российской Федерации, где они, анализируя, кто и как, и в чем публикуется, пришли к выводу, что КФУ является рекордсменом по количеству публикаций в так называемых мусорных журналах. И вот я даже себе сделал перечень, да, попунктно, просто чтобы поняли наши телезрители, среди которых, я думаю, немало и студентов, молодых аспирантов, может быть, не вполне владеющих тонкостями этого вопроса вообще, в чем здесь, как говорится, проблема. Вопрос первый. Вот что это вообще такое? Где ученые публикуют? Обязаны ли они публиковать? Где ареал распространения результатов их там изысканий? Большое спасибо ей за приглашение. Мне действительно очень приятно быть и с вами общаться по этой теме. Она очень важная. Но я хочу, как пользуясь моментом, начать издалека. То есть вот в чем причина вот такого внимания, такой, скажем, нездоровой активности к этой проблеме? Дело в том, что за последние три года наш университет, он сделал очень резкий рывок. Резкий рывок и в экономических показателях, и в международных рейтингах. Я вот, ну, тех, кто нас критикует, вот вы их назвали, они вообще ни в каких рейтингах нет, и они пытаются вот оправдать, ну, скажем, свое бездействие вот попыткой свалить на какие-то другие факторы. Я тоже хотел немножко вот рассказать историю. Да, конечно. То есть толчком вот развитию, наверное, новому развитию, новому этапу послужила программа развития университета, которая была утверждена в 2010 году, и в которой уже впервые начали ставиться какие-то измеримые задачи перед университетом в образовательной, в научной сфере, в области развития инфраструктуры, кадров, ну, и в сфере управления. И вот тот первоначальный капитал, он позволил, ну, вы же знаете, практически 20 лет все высшее образование, оно было как-то на... На голодном пайке, что называется, на задворк. Да, совершенно верно. То есть она была без внимания, выживала как могло. Инвестиций даже в стратегические, естественно, научные направления практически не было. И поэтому программа развития, она позволила вот это отставание инфраструктурное подтянуть. Вот давайте мы уточним на всякий случай. Речь идет о программе, утвержденной распоряжением проектов Российской Федерации. Совершенно верно. До 2019 года. Совершенно верно, да. То есть это ее была основная задача, как бы вот то отставание, которое было с 90-х годов, вот, по крайней мере, привести в соответствие. И это нам, слава богу, удалось. Я к чему говорю? Вот, чтобы вы понимали. В то время, когда мы начинали, общее количество публикаций в международных и реферируемых журналах, то есть что это такое? Вот раньше говорили, там, ВАКовский список журналов есть, там, список РИНС сейчас есть, российского индекса научного цитированной Е-лайбрарии. Дело в том, что на Западе существуют вот две мощные системы, в которые издательство очень избирательно подходит к выбору журналов, тезисов и публикаций, и которые рецензируются. То есть это означает, что это не просто куда-то в небытие ушла статья, но обязательно кто-то ее посмотрел, и только уже после каких-то рекомендаций, доработок она включена и может участвовать в научной дискуссии. Говорят, извините, что в таких изданиях, как Nature, например, рецензирование может и год занять, да, прежде чем статья то ли появится? Я не только хочу сказать таких масштабных, но в любой серьезный журнал он действительно, то есть в среднем вот моя практика, я больше занимаюсь экономическими исследованиями, она занимает минимум 4 месяца, а так в среднем 6-8 месяцев. То есть это лак очень весьма серьезный. И на моей практике не было случая, чтобы, например, скажем, без каких-то правок, без каких-то замечаний, чтобы статья прошла. Ну вот давайте мы запомним цифру. Мы начинали, университет, весь наш вот университет, он публиковал всего 280. Это публикации вот в международных базах Web of Science и это с Копусом. Но это за исключением перекрестки, потому что ряд статей, они индексируются и с Копусом, и в Web of Science. За вот тот период, который мы реализовали программу развития, то есть это к 13-му году, нам удалось практически втрое увеличить публикационную активность. Примерно до 1000. Нет, до 600, ну 700 это можно сказать. И вот здесь, если оппоненты говорят, допустим, что это за счет каких-то там недобросовестных вещей, совершенно не так. Дело в том, что была поставлена новая задача. То есть вот когда мы разрабатывали новые стратегии, мы посмотрели, выбрали те вузы, которые такого же размера, такого приблизительно профиля, для которых английский является тоже не... Не основным, да. Совершенно верно, там, иностранным языком, у которого профиль, направления исследований близки. То есть среди них это, например, Хельсинский университет, Свободный университет, Берлина, Пекинский университет и ряд других. И посмотрели их стратегии, их программы. И очевидно, что для того, чтобы сейчас продвинуться, чтобы тебя видели, имеется в виду, как структуру в научно-образовательном пространстве, важно публиковаться. То есть это важно донести до академического сообщества свои результаты своих трудов, результаты своих... И инкорпорироваться при помощи этого вообще в международные тренды. И если посмотреть, у каждой публикации есть... Вернее, у каждого издания есть так называемый импакт-фактор. То есть как бы сказать, что журнал, исходя вот из уровня цитирования, исходя из того, насколько там к нему обращаются, вот обладает таким критерием, который показывает его качество. И если посмотреть за этот период, то любопытный феномен. Мы выросли как раз по импакт-фактору. Что это означает? То есть мы, если бы мы публиковались это, ну, скажем так, за счет средних или там других публикаций, то в этом случае, наоборот, импакт-фактор средним по университету, он бы снижался. А у нас в целом этот показатель вырос даже несколько быстрее, чем совокупное количество публикаций. Это о чем говорят? Это интересно. О том, что мы выросли за счет публикаций в высоком сегменте. Теперь вот второй этап, самый главный, наверное, это 13-й год, когда правительство Российской Федерации выпустило то 211-е постановление. Вот, и был дан старт программе повышения конкурентоспособности российских вузов. Ну, это в русле майских указов президент, да? В развитии. В развитии. Совершенно верно, да. И там уже акцент был жестко поставлен. То есть вот международные рейтинги, и мы начали консультации, начали смотреть, более того, привлекли одну из ведущих, то есть это не агажированных, то есть ведущих международных консультантов, PricewaterhouseCoopers, который тоже, ну, поскольку у нас не было такого опыта вот именно продвижения в международном научно-образовательном пространстве, то есть которые нам посоветовали именно те научные мероприятия, те конференции и те научные издания, куда мы должны быть нацелены для того, чтобы вот продвинуться по международным рейтингам. Ну вот и мы начали форсировать, ну, и стимулировать эту работу. То есть и то, что у нас получилось, вот вы же помните, я эту цифру сказал, 280 публикаций, а сейчас у нас 2200 публикаций. На порядок, можно сказать, да? Да, да, да. Но сразу хочу сказать, что вот и в начале, если это уж говорить все честно, лучшие публикации, самые качественные, самые продвинутые, и в том числе мы ведь по несколько публикаций даем и в ведущих журналах, и в Nature дает естественно научный блок. И сейчас он заказывает музыку, и сейчас вот он является, скажем так, двигателем университета в международном пространстве в сфере этого узнаваемости. Но нельзя же быть, чтобы... То есть мы поставили еще задачу поднять качество и в социогуманитарном блоке. И это очень сложно. То есть вы понимаете, вот мы поставили задачу играть в высшие лиги, а когда вообще коллектив вообще ни в какой лиге не участвовал. И да, были ваковские публикации. Но вот если посмотреть тот же список Билла, те же самые... систему Scopus, это Web of Science, он вообще их это не рассматривает. То есть это в качестве какого-то серьезного научного труда. А что такое список Билла, извините? Список Билла, это очень интересный человек, то есть это библиотекарь, который по долгу службы занимался в одном из университетов, скажем так, комплектацией, подключением к информационным базам данных. И он сделал список тех журналов, которые, с его точки зрения, ну скажем так, не очень требовательны к подбору статей. Что это такое? Это те журналы, у которых нет, например, четко выраженного профиля. То есть они могут публиковаться и по экономике, и по космосу, и по нефти, там, я не знаю, по всему. Второй момент, значит, там какое-то большое, нереальное количество публикаций в одном это журнале. То есть что в этом случае трудно, например, представлять, что это тысячу публикаций. Кто лицензировал и когда успевали, да? Совершенно верно. То есть есть ряд критериев, и более того, он завтра приезжает, этот коллега, по приглашению проектного офиса в Москву, и мы с Евгением Николаевичем Струковым как раз посетим это мероприятие. Если у вас есть какие-то вопросы, или я с удовольствием их переадресую? Я сейчас подумаю по ходу, Марат Рассидович, но я хотел бы немножко, может быть, упростить, уточнить. Смотрите, значит, существует Web of Science и существует Scopus. Это базы данных, да? Это самые авторитетные. Да, 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 самые авторитетные. Что делают люди, которые вот занимаются этими базами? Ну, например, Scopus. Как я понимаю, вот из ваших слов, из того, что там где-то слышал, читал, они определяют, ага, вот есть поляна. На этой поляне там энное количество научных журналов. Ежеквартальных, ежегодников, ежемесящиков. Они смотрят их там по уровню, по научному, по качеству публикаций научных, там по еще каким-то критериям. И вот составляется такая база Scopus. Нет, нет, я сейчас немножко скажу. Вот что вы понимали, насколько это серьезные системы. Только два российских журнала в области экономики. Это проблемы прогнозирования ран. И вестник ран в области экономики, они входят в эти базы данных. Ну да, то есть это одно. Всего два от всей страны. Я понимаю, важен принцип, что они вот отбирают. Принцип другой – это две коммерческие базы. Понимаете? И в этом случае, то есть, одно из них – это Томпсон Ройтес, это другое – это Эльзивир. То есть, и они, зная, какая цена репутации, то есть, они стараются… Там есть очень жесткая система. То есть, они вновь в возникающие издания даже при наличии хорошей, там, и авторитетной редакции не включают. Они наблюдают за составом, смотрят это качество статьи. То есть, если я не ошибаюсь, вот с началом программы о повышении конкурентоспособности где-то в 2014 году стартовала программа «Тысяча» она называется. То есть, чтобы помочь российским журналам, потому что, честно, вообще Россия в международных… Не представлена. Скажем, очень скромно или недостаточно представлена в этих сетях. Есть специальные федеральные программы, которые реализует Министерство образования, чтобы помочь российским журналам войти туда. А в какой части? Это дается дополнительные бюджеты, чтобы можно было пригласить авторитетных людей вот для рецензирования, для подбора статей и для продвижения этих журналов в пространстве. Я ведь почему спросил, как попадают? Ну, хорошо, да, я понял. Вот тщательное наблюдение, никаких скороспелок туда не включает. Скопуш там, да, в свою базу, там, или литивиру упомянули. Но то, в чем обвиняют или упрекают, скажем, мягче, да, скажем, там, Казанский федеральный университет, что у нас много публикаций, как я понял из вашего деликатного намека, что в основном претензии к публикациям социо-гуманитарного характера. Совершенно верно. По естественным научным дисциплинам ни у кого никаких вопросов не возникает. Да. Мы сейчас еще вернемся к этому акценту. Но прежде, эти публикации, они были в тех журналах, которые входят в базу Скопус. Правильно я понимаю? Совершенно верно. То есть, в признанных журналах. А в чем тогда смысл, вот в чем вина, что мы, мы же не сами сочинили эти журналы и начали издавать и себе рейтинги рисовать? Нет, я все-таки скажу, что здесь нельзя сказать, что все вот так это однозначно. То есть, здесь, во-первых, это была для нас новая задача. То есть, я хочу сказать, что действительно, то есть, у нас из-за того, что мы, может быть, не очень профессионально сначала поставили задачу, ряд наших коллег, я еще раз говорю, это не какой-то злой умысел, это просто вот, ну, это, если российских журналов нет. Если у нас нет информации, а высшую лигу там самых серьезных журналов не пускают, пока у тебя нет каких-то базовых публикаций в средних и даже плохоньких журналах. То есть, да, то есть, это ряд таких вещей был. Но хочу сказать, что мы, для нас это тоже важно. Это и для репутации и так далее. И для того, чтобы вот не вставать на эти грабли и не попадать вот в списки Билла и в проблемные журналы, мы специально создали при библиотеке службу публикационной активности. У нас свой Билл? Фактически, да. Что-то такое, да? Фактически, да. Что это такое? Вот как раз я почему говорю, что Евгений Николаевич, он завтра не случайно едет. То есть, он специально отвечает за то, чтобы, то есть, сориентировать и помочь нашему, в первую очередь молодому, как правило, от этого страдают молодые ребята или магистры, или аспиранты, ну или, скажем, вот молодые преподаватели, где, какие журналы есть, какие у них требования. Потому что иногда для того, чтобы подать статью, то есть, надо уже прослеживать, какая ведется научная дискуссия для того, чтобы там не создавать какую-то побочную ветвь, а для того, чтобы... Или велосипед не изобретать. Совершенно верно. Для того, чтобы вот органично включиться и дать что-то новое в эту общую систему. Ну, так вот, возвращаясь к Биллу, всемирному, глобальному, да, к этому библиотекарю и к нашему теперь, как выясняется, это, в общем, симпатичное, мне кажется, да, такое начинание. И помочь сориентироваться, отфильтровать как-то там, провести речь, чтобы не попали. И вот я хочу вам сказать, что сейчас, то есть, наверное, единичные случаи они могут быть, но они сопоставимы с тем же самым финансовым университетом или другими организациями. Потому что здесь, вот понимаете, здесь еще есть другая диалектическая вещь. Вот чем виноват университет? Публикуется ведь человек... Ну да. Если бы это направлял университет или это заставлял это что-то делать, то можно было давать критику. Нам самим, то есть, это вот... Ну, конечно, хочется, чтобы все публиковались в самых лучших журналах. Как-то первый квадриль, да, или там квартиль. Совершенно верно. И вот следующий еще очень важный вопрос. О покупке хотел сказать. Здесь тоже есть, ну, скажем, подтасовка небольшая вот фактов, что немножко коробит. Что именно? Действительно, мы стараемся материально поддержать. То есть, мы составляем рейтинг преподавателей, вот исходя из их публикационной активности, исходя из образовательной деятельности, исходя из контрактов научной деятельности, исходя из этого рейтинга. Действительно, публикация особенно... Ну, они... Мы берем не вал публикаций, а берем вал, а публикации только те, которые имеют импакт-фактор, которые, ну, скажем... Не ниже чего-то. Совершенно... Импакт-фактор, ведь он может быть и 40, может быть и 2. Нет, но он... Это совершенно верно. Но мы с это смотрим... Для различных наук он... Разный. Совершенно, да. Вот для математиков единицы это очень много, а для медиков это достаточно... Учитывая удельный вес публикаций по этой тематике, по биологии, по медицине, конечно. Совершенно верно. И, соответственно, вот кто дает хорошие публикации, мы, соответственно, это включили и в контракт, в систему материального поощрения, они получают по результатам года соответствующую премию. Вот смотрите, здесь мы переходим уже к экономике, да. Мы еще вернемся, конечно, к научной составляющей, к качеству мозгов. Я не могу не задать этот вопрос, но пока немножечко об экономике. Если я правильно понимаю, в контрактах всех преподавателей, да, Казанского федерального университета стоит такая строка обязанность выдать определенное количество публикаций за единицу времени, за год, например. Да. Если этот критерий соблюдается по количеству публикаций, потому что предусмотреть их качество в контракте невозможно, и такого нет, насколько я понимаю. Есть. Есть все-таки, да? Конечно. Но сначала по количеству. Вот по количеству я... У меня записано там 12 раз в месяц. Нет, ну это... Ну я шучу, конечно. Одно-две. Я хочу сказать это. Мы не боремся, не бьемся как раз за это. Я шучу. Мы бьемся за качество. Я к чему веду? Вот я выполнил. Да. Я выполнил. В результате я получаю некое материальное поощрение. Здесь есть две вещи. То есть вот есть, скажем, ряд людей, у которых это уже включено в трудовой контракт. Да. Это означает, что за это я получаю заработную плату. А, все. Понятно. Но в том случае, например, если я опубликовал... То есть это... Мы договорились об одной статье, а я опубликовал три с хорошим импакт-фактором. Вот за... Примирование идет. Плюс два как раз в этом случае человек будет вознагражден. Окей. Очень хорошо. Но, опять же, вы меня поправите, если я не прав. Насколько я знаю, многие журналы, особенно из этого четвертого квартеля, да, то есть самые такие низкоуровневые, да, и элита не брезгует, взимают плату за то, чтобы разместить свою публикацию. Или самые уже такие суперэлитные, там, упомянутые тот же Nature, там, или, я не знаю, какой-нибудь Lancet. Они берут деньги за то, чтобы статья была в свободном доступе. То есть я готовлю научную публикацию для какого-то журнала, вполне себе реферированного, там, входящего в базу Scopus или Web of Science. И мне говорят, слушай, ты вот в пересчете на рубли должен 30 тысяч заплатить. Не получается ли так, что я ради этой публикационной активности в материальном смысле не только в плюсах, но еще и в минусах оказываюсь? Потому что мое вознаграждение по итогам года меньше того, что я вынужден заплатить за то, чтобы журнал разместил мою статью. Здесь вопрос, это диалектический тоже, то есть это человек сам решает. То есть, к сожалению, да, есть и ряд весьма серьезных журналов, которые для публикации, они требуют какую-то компенсацию. Совершенно верно. Более того, я немножко скажу, но это, я бы не сказал, что это вот такой серьезный массовый момент, я о другом хотел сказать. С чем у нас возникают потребности в финансировании? Дело в том, что самым главным инструментом продвижения научных проектов, научных задач, тех же публикаций, являются конференции. И как в России, то есть отправить тезисы там или свою статью и не участвовать... Так не бывает, да? Ну, хочу сказать, в серьезном уровне, если она не обсуждена или так далее, так не бывает. И поэтому вот в ряде случаев мы вынуждены специально, чтобы сфокусироваться, чтобы узнавать, то есть мы определили для себя вот этот перечень международных мероприятий, конференций, симпозиумов. Да, где мы обязательно участвуем, и где мы платим и организационный взнос, и командировочные расходы для того, чтобы не только вот наши коллеги могли иметь возможность это выступить, доложить о своих результатах, о своем видении, но и с другой стороны, для того, чтобы они пообщались и увидели, какие новые прорывы готовят другие научные коллективы, чему можно поучиться и как развиваться дальше. Ну, это естественный процесс. Это, помимо всего прочего, еще фактор узнавания, да, фактор включения в систему свой-чужой. Ты в нашей... Да, да. На нашем поле, или ты вне его, или ты в маргинал, или ты в мейнстриме, в топе. Это все понятно. Но вот теперь смотрите, давайте теперь, может быть, это не самая приятная часть будет нашей передачи, но куда деваться. Социогуманитарное направление. Да? Дальше, дальше. Я уже... Социогуманитарное направление. Я очень легко могу себе представить, как, скажем, там, Ясов, директор Института фундаментальной медицины, или как там руководство ИТИС, или там физического института, ну, естественно, научного направления, короче говоря. Участвуют в каких-то конференциях, выступают там с какими-то докладами, сообщениями, да, потом это оформляется в какой-то... Но мне очень трудно представить, вот при всем моем уважении, да, ну, с чем на международную конференцию может поехать человек, который, скажем, занимается, ну, этимологией, там, чувашского или татарского языка. Не, не хотел бы национально это вопрос. Ну, нет, здесь ведь ничего оскорбительного нет, потому что есть местные языки, есть региональные проблемы. Я хочу сказать, что вот дело в чем, если взять все-таки серьезную науку, вне зависимости от того, чем ты занимаешься, медициной, этимологией, там, лингвистикой, экономикой или социологией, именно фундаментально, тебе есть что сказать. Потому что, ну, законы, если это все-таки существенно, они имеют место и для, скажем, чувашского, и для татарского, и для английского языка, понимаете? Для этого надо, чтобы была заинтересована, чтобы эта тематика была в мире обсуждаема. Не только, я хотел о другом сказать. Да. О чем? Вы понимаете, вот, если взять все-таки законы природы, физики, из ничего ничего не может возникнуть. Абсолютно. Понимаете? И вот... Самое смешное, что исчезнуть никуда не может. Я же вот и начал с того, что у нас в естественно-научном блоке и в математическом, то есть уже исторически была вот этот фундамент. В социогуманитарном, к сожалению, по публикации вот те 280, там практически их не было. И сейчас вот они только начинают искать свою нишу. Они ездят на конференцию, участвуют, смотрят это. И мы ежегодно же специальных заслушаем для того, чтобы смотреть, где, какая у них ниша, какие лаборатории они состоят, какие проекты они поддерживают, почему. Мы советуемся, там, из года в год их корректируем. То есть сейчас, если по, вот, скажем, основным приоритетам направления все понятно, то в социогуманитарном блоке, скажем, я надеюсь, что мы завершим эту работу только к середине 2017 года. Потому что, во-первых, их очень много, во-вторых, там международная научная карта в этих сферах, она очень сложна для того, чтобы вот правильно инкорпорироваться. И наша задача еще другая. Мы же сейчас определили приоритеты, и для нас важно, чтобы не было как лебедь, рак и щука, чтобы каждый двигался в своем направлении. Для нас важно, чтобы социогуманитарный блок наш, очень мощный, очень большой, чтобы он помог нам продвигать в своей части, вот, медицину, нефть, это, космос. Ну, это такая, своего рода, междисциплинарка возникает. Совершенно верно. Междисциплинарка возникает. Тут ведь второй вопрос, вот, я как обыватель рассуждаю, да, ну, я и есть обыватель, да, отчасти обыватель, отчасти журналист. Нет, 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 не лукавьте здесь. Так вот, я рассуждаю, рассуждаю как обыватель, думаю, ну, вот я, допустим, да, где-то что-то преподаю, вот, в стенах Казанского федерального университета. Может быть, я даже неплохой преподаватель, может быть, студенты меня с удовольствием слушают, я доходчиво излагаю материал. То есть я умею популяризировать знания, да, но у меня в контракте стоит две статьи, ай да, я начинаю вот эту голову морщить, да, понимаете? У меня есть ответ на это, потому что у нас постоянно идет дискуссия. Здесь есть тоже два подхода. Да. Все-таки, если взять чистый вариант, как вы говорите, или обывательскую вещь, все-таки, если ты преподаватель, значит, именно преподаватель, а не учитель. Ну да, да. Учитель – это тот, кто транслирует, скажем, утвержденную методологию или стандарт, а преподаватель – это творческий человек, который не только все это систематизирует, но и привносит что-то свое. И вот публикации в любом случае, то есть они важны, поскольку они позволяют ему посоветоваться, рассказать о своем опыте и получить обратную реакцию, вот, и совершенствовать свою методику образовательного процесса. Я обострю. То есть я хочу сказать, вот, отвечая на ваш вопрос, что если ты преподаватель, вот, как вы сказали, я хорошо рассказываю лекции, тогда это не преподаватель. Нет, я обострю. Я немножко другое имел в виду. Нюанс в том, вот, совсем уже грубо, ну, нет, у меня мозгов, ну, не хватает у меня уровня для того, чтобы что-то сочинить для хорошего журнала. Нет, я хочу сказать о другом. Вот второе направление. То есть, вот, для того, чтобы все-таки сделать скачок и органично, вот, действительно, у нас есть много, достаточно людей, которым сложно выдавать такой вот... Ну, это естественно ведь, это даже... Согласен. Поэтому мы предложили для наших директоров использовать смешанную систему и смешанный контракт. То есть, скажем так, есть писатели и есть преподаватели. То есть есть ряд людей, вот, которые... Как на выборах. Есть паровозы, есть, которые идут за ним и проходят по спискам. Наоборот, нет, это совсем не так. Это, вот, если это паровоз, это говорит о том, что мы на кого-то грузим, а кто-то там, это, болтается... Вторая, третья подпись, коллективный труд. Нет, мы делаем по-другому. Дело в том, что, действительно, вот, у кого-то хорошо это получается писать. В этом случае мы ему сокращаем нагрузку. А, вот о чем. Совершенно верно. А тот человек, который... У которого лучше получают... Специальный похож. Да, совершенно верно. Но он думает. Он помогает нам в другом. То есть он позволяет это донести. Но все-таки, если мы хотим сделать хорошее образование, без науки не обойтись. Ну, наверное. И мы очень надеемся, что вот... Это не наша прихоть или не наше желание. Я же вот говорил вам, что это общий тренд. То есть, если мы не будем привносить науку в образование, то есть само по себе тогда оно будет всегда отставать. И качество образовательного процесса, оно будет не на должном уровне. Некоторые ученые, так я краем уха где-то слышал, даже не буду говорить, какого вуза, может быть, и не Казанского федерального университета, с тоской говорят, дались нам эти рейтинги. Один рейтинг, второй рейтинг, третий. Разве это движет наук? Может отказаться от рейтинга? Нет. Вот тоже хотел об этом сказать. Дело в чем. Вот эти 20 лет, когда образование высшее особенно было без внимания, оно вошло в такую зону комфорта. То есть оно, да, действительно, денег немного, но и требований нет. Понимаете? И в этом случае мы, если взять международную, там, скажем, географию или карту науки, то мы стали каким-то анклавом. То есть, понимаете, темным пятном. То есть, как бы, это та система, которая развивается сама по себе, непонятно по своим законам. И когда мы говорим вот о международной рейтинге, это ведь посмотреть, как двигается общество в целом. Понимаете? И если мы хотим быть в тренде, поспевать за этим, более того, что-то вносить, нам надо играть по этим правилам. Да, это очень некомфортно. Это требует ставить жесткие задачи не только перед преподавателями, но и перед менеджментом, перед другими вещами. Но это другой путь. Если мы хотим остаться конкурентоспособными, другого пути, к сожалению, нет. Ну да. В том числе и с экономической точки зрения привлечения качественных студентов, преподавателей, ученых в свои лаборатории, на которые очень немало потрачено за последние годы на переоснащение. Пожалуй, что да, с этим невозможно спорить. Конечно, мы не можем себе позволить где-то там маргинализироваться, окончательно. И вот вопрос, вопрос ведь такой, вот мы начинали с того. Вот действительно, этот вопрос был поднят, честно говоря, год назад. И есть такая ассоциация университетов, которые вот вошли в программу 5 ТОП 100, ассоциация глобальной университеты, и мы начали разбираться с этим вопросом. С каким с этим, извини? Ну, скажем, вот когда начали... Ассоциационной активностью? Да. И оказалось, что это в основном, скажем, недобросовестная конкуренция. И мы специально вот обсуждали этот вопрос и приняли, скажем, этический кодекс. Понимаете? То есть вот если есть какие-то замечания, мы готовы их это публично обсуждать, публично рассматривать и так далее. Но, как в анекдоте, обычно больше всех это кричит тот, кто сам... Ну да, держи вора, да? Да, совершенно верно. По этому признаку. Да. Я отдаю должное вашей дипломатичности, поэтому все грубости я буду сам договаривать. Да. И второй момент. Вот международные рейтинги. Ведь все согласны, что это неподкупные, это достаточно авторитетные и мощные структуры, которые следят за методологией, следят за участниками. И то, что мы продвигаемся по ним, да, непросто. Оно говорит о том, что, несмотря на все вот эти издержки, путь мы выбрали правильный. Два последних вопроса. Значит, просто уточнение. Вот я вижу, у вас есть какие-то... Да, у меня много цифр, да. Смотрите, можно сказать телезрителям и мне заодно. Вот мы сопоставляем по импакт-фактору, да, это на самом деле хороший такой отчетливый фактор влияния, показатель. Вот какая доля публикаций совокупный фактор дала, вот скажем, в этих верхних, в журналах верхних уровней, там третий, второй и какая четвертая? Это сложно так сказать. Это правда. Я хочу... Давайте мы вот сделаем лучше по международному рейтингу. Ну, давайте. Есть же, я еще раз говорю, есть специализированные организации, которые позволяют это посчитать. Вот с точки зрения качества публикаций The Times, мы четвертые в России. По качеству публикаций. Вот это важно. Эти данные, они где-то обнародованы. Не только на сайте The Times можете посмотреть. The Times, а на сайте Казанского федерального университета? Тоже есть. Тоже есть. То есть там надо единственное, прочитать это и второй абзац. Вот это вопрос, это уже наш журналистский вопрос, да, как подать материал. Вот это должно кричать в заголовке. Мы четвертые по качеству публикаций, мы в пятерке по качеству публикаций, научных публикаций. И вот это есть очень интересный феномен. Мы, все международные рейтинги оценивают нас заметно выше, чем российские рейтинги. Потому что перед российскими... Ну, по-моему, вы уже ответили, да, вот буквально минуту назад, почему это. Потому что они давлеют, над ними давлеют некоторые авторитеты, значит, некоторые традиции и так далее. А для западных рейтинговых агентств им нет разницы, то есть между участниками. Да, да. Первый это в России университет или второй там... И последний, вот отвечу на этот вопрос, тоже была большая дискуссия. И этот вопрос задали составителям рейтинга. То есть вот... И они ответили очень просто. Они говорят так. Вот есть те люди, которые отвечают за включение журнала в систему Web of Science. Есть это в Скопус. Они представили их. Это весьма авторитетные люди. Поэтому они говорят, если вы обвиняете, пожалуйста. Туда. Да, это к ним. Совершенно верно, да. Тем более, что они отзывчивые и они советуют. Я еще раз говорю, вот даже сам Билл, он приезжает для того, чтобы... Вот вы в Москве будете с ним встречаться? Совершенно верно. Большой привет Биллу, он мне нравится. Даже вот заводчин, я впервые о нем услышал. Человек, который составил свой черный список и завоевал авторитет. То есть с ним согласились, получается, с этим списком, да? То есть его же признали. Его аргументация, она абсолютно логична, естественно. При том, что есть такие мощные структуры, да, как там Web of Science, там. А тут какой-то библиотекарь взял, составил и говорит, ребят. И не только. То есть вот наше исследование показывает, что к его мнению прислушиваются. И в том случае, например, действительно, если какое-то издание оно злоупотребляет, то есть это... Обращается к его списку. И попадает в его список. Да. То есть в этом случае это, скажем так, кандидаты на выбытие. То есть им или дают какое-то замечание и шанс исправиться, либо они исчезают из них. Да. Молодец. Почему, интересно, список Билла, а не по фамилии у него? Есть фамилии? Ну, там на Западе так это принято. Ну, да. С нашей точки зрения фамильярничают, да? У меня последний вопрос, связанный с традициями. До эфира мы с вами уже перебросились. Пару слов по этому поводу. Но я хочу это озвучить для телезрителей тоже. Одна из казанских газет вот на затронутую нами тему поместила такой обзор. Сам по себе обзор добросовестный, надо сказать. Но заголовок немножко вот меня не то что покоробил, заставил задуматься. Заголовок звучит так, что Казанский федеральный университет там разменял или променял, не буду сейчас точно, имя на мусор. Имеется в виду вот эти публикации в мусоржурналах. Я закончу, Мой Атласович. Почему вот зацепился я за этот заголовок? Ну, поменял или разменял, предполагает, что вот в моем понимании, да, вот как я это воспринял по ощущению, что да, вот был Казанский государственный университет времен уважаемых ректоров предыдущих поколений, и он вот что-то такое имел вот в части научных публикаций. Нет, вот я хочу ответить очень просто. Вот сейчас у Казанского университета такой рейтинг, который никогда за всю историю у него не был. В таком времена Советского Союза и не было, наверное, вообще рейтинга. Он был там вторым или третьим, простите, он был, но я имею в виду, что вот за все время, которое можно сравнивать, Советского даже Союза никогда он не был седьмым, шестым по российским рейтингам и четвертым по международным рейтингам в стране. Экстра вопрос к вам, как к проректору по экономическим вопросам, не только стратегическому развитию, но и по экономическим вопросам. Этот рейтинг монетизируется каким-то образом? Конечно, конечно. То есть вот изначально они... Потому что, извините, я просто, опять же, для обывателя от обывателя. Нет. Говорят, а, рейтинги, а что-то... Это крайне важная вещь, особенно вот для внешнего окружения. То есть для того, чтобы, скажем, активно интегрироваться и работать с иностранными студентами, аспирантами и преподавателями, их привлекать, они всегда смотрят на эти рейтинги. Марат Рашидович, извините, что перебиваю. Это понятно, вопрос очень конкретный. Вот мы никогда, Казанский федеральный университет, сейчас находится на таком уровне, которого никогда у него не было по рейтингу. Вопрос мой сводится к чему? А мы уже какой-то выхлоп, вот совсем уж грубо получаем. Конечно. У нас количество иностранных студентов растет. То есть вот тоже так же. Мы начинали... У нас было порядка 3% сейчас, это 9%. А ученых? Уши их, я хочу сказать, вот это уж точно не купишь. Они голосуют ногами. И валютой, да, и валютой своей. Совершенно верно. Кто-то рупиями, кто-то драхмами, кто-то там, может быть, долларами. Ну да, ну да, ну да. А по части ученых? И по ученых тоже так же. То есть это сейчас, вот если раньше было сложно, то есть и рассказывать, где это Татарстан, где Россия и все остальное. А сейчас, когда есть такой рейтинг, и есть уже успешно реализованные проекты, сейчас много людей, вот тот же самый Хэй Шизаки, тот же самый Пестель, сейчас, может быть, это вот Макиарини. То есть они это... И они приходят не только сюда работать за деньгами, они с деньгами для реализации своих проектов уже ищут наш университет. Вот это вселяет в меня большую уверенность, что мы делаем все-таки это все правильно. Марат Рашидов, спасибо вам большое за детальное объяснение, что и как. Я думаю, если я правильно понял, к 17-му году мы разберемся с социогуманитарной сферой, канализируем все потоки направления, определим точки и уж гарантированно избавимся от болезней роста, которые переживаем. Я очень рассчитываю, что у нас, по крайней мере, вот появятся те журналы, достойные кандидаты для включения... В России. Не только, мы все-таки хотим, чтобы... Международные. Совершенно верно. И тогда вот эти все неловкости, это там работать по чужим правилам, там тратить все эти на эти вещи, мы сами сможем это все продвигать. И они должны быть рейтингованы тем же скопусом или там вебовсайенс. Совершенно верно. Ну, дай бог, чтобы так получилось. Спасибо вам огромное еще раз. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что это была программа «Акцент», я ее ведущий Юрий Алаев. Обеседовали мы сегодня об очень важных и совсем не таких простых, как может показаться на сторонний взгляд или на обывательский, я бы этот термин использовал несколько раз уже сегодня, проблемах, проблемах публикационной активности, рейтинговании и всего, что за этим стоит. И рассказывал, еще раз повторю, проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Рашидович Софьевулин. Спасибо еще раз большое. Спасибо вам большое. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»